Михаил Коротков о самарских концертах Высоцкого рассказывает так, будто они были вчера. Из-за высокого ажиотажа билеты ему достались с чудом по знакомству. Каждую деталь тех вечеров помнит даже через 50 лет. Здесь вот Сева Ханчин пробил ему сделать вот этот дворец спорта. Он был обескуражен. Вот первое его время он как-то терялся. Ну, я могу сказать, что человек такой мощный. Где-то 20-25 минут он взял в руки весь зал. Он все сумел сделать. Мощнейшие, конечно, натуры. Уникальные фотографии тех концертов – экспонаты выставки, посвященные 50-летнему юбилею самарских выступлений Владимира Семеновича. Он выступал 24 мая 1967 года в филармонии. Днем зал был полупустой, можно сказать. Две трети, говорят. Вечером в клубе Дзержинского. И потом уехал полгода, его не было. За это время прошел фильм «Вертикаль» на большом экране. Познакомился с Валентином Владимиром Владимировичем. А уже в ноябре приехал опять. Все на этот концерт, на эти два концерта тогда торопились, шли, занимали места. Там была давка. И любая фотография, даже если она смазанная, она имеет все равно очень интересный материал. Выставка в Самарском музее фотографий разделена на три зоны. Фотографии с концерта, близкие друзья и соратники Высоцкого, а также общепознавательная зона – поэт, актер, гражданин. Увидеть редкие кадры и послушать песни «Гения 20 века» на виниловых пластинках можно до 30 июня. Кто поверил, что землю сожгалит? Она почернел от горького. А в ноябре, к юбилею первого большого выступления поэта в Самарском дворце спорта, Центр Высоцкого подготовит концерт, а также выпустит сборник стихов самарских авторов, посвященный любимому актеру. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Продолжение следует... Корректор Продолжения следует... Продолжение следует... Продолжение следует...